В сфере жилищно-коммунального хозяйства то и дело возникают скандалы. Так, из-за недоработки сотрудников управляющей компании целый дом по улице Малая Красная до середины октября оставался без тепла. Управляющая компания к этому относится прохладно. А последние платежки заставили выйти на улицы жителей разных районов города. Люди требовали объяснить, почему счет за тепло им выставили за целый месяц, когда батареи прогрелись лишь в последних числах сентября. Не, я должна платить 1635 рублей, а еще мне должны платить за то, что я мерзла, в пальтох ходила и в вальниках дома ходила. В Центре общественного контроля в сфере ЖКХ Республики уверены, если сотрудники управляющей компании не выполняют своих обязательств, тогда их нужно заставить, но лишь законным путем. Как это сделать, расскажут и обучат бесплатно. Сотрудники некоммерческой организации готовы помочь собственникам жилья как консультациями, так и судебными разбирательствами. Можем, опять же, бесплатно представить собственника в суде, в судебной инстанции, правильно написать документ, который действительно будет компетентный и выгодный. То есть есть практика, как у 150 выгодных судов, которые действительно мы помогли. У нас идет тесное взаимодействие по решению вопросов. Честно сказать, и неудобств они многие создают нам, чиновникам, своими вопросами, своими этим. И в то же время мы находим общий язык для того, чтобы могли решать насущные проблемы. В следующем году сотрудники регионального центра составят рейтинг управляющих компаний. Во внимании, прежде всего, будут приниматься отзывы собственников жилья. В городе хотят найти самую образцовую жилищную организацию и ту, что портит общий рейтинг. Наиболее ленивых обещают лишить лицензий. Когда вы учились в ВУЗе, вот приходил к вам замдекан и начинал ругать за непосещаемость. Но он ругал за непосещаемость тех, кто как раз пришли. Вот мы в похожем положении. Плохих мы видим значительно лучше.